Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня в руках фильтр от компании Акваэль под фильтр мини, который предназначен для небольших аквариумов в частности креветочников непосредственно В свое время я заглядывался на вот этот фильтр и у меня был выбор покупать фан первый или покупать вот такой вот фильтр ну скажем так, я дал предпочтение фан первому потому что в то время на них была акция я их покупал по-моему сразу 4 или 5 штук но тем не менее я давно хотел вот посмотреть, подержать в руках посмотреть и сделать обзор вот такого фильтра и на сегодняшний день к счастью у меня представилась такая возможность давайте же посмотрим, откроем что у нас внутри значит, заявленная мощность производителя 400 литров в час предназначение для аквариумов до 120 литров ну, в свое время я хотел покупать такой фильтр для аквариумов 50 литров, для креветочников и, ну, скажем так, я об этом фильтре я слышал много, очень много позитивных отзывов сегодня же хочу с вами вместе посмотреть что собой представляет этот фильтр ну, значит, первое комплектация, как и в всех акварелях, куча всего разного есть документация документация как на русском, так и на английском на нескольких языках значит, что здесь написано написано, что максимальный подъем воды 45 сантиметров расход, мощность, расход электроэнергии 4 ватта мощность максимально 400 литров в час вес 230 грамм и есть, значит, полная инструкция по сборке и установке данного фильтра также есть гарантийный лист на всю продукцию компания Аквэль идет гарантия 3 года от производителя и вот, собственно, сам фильтр конструкция фильтра достаточно простая грубо говоря, это обычная помпа с мочалкой большой плюс такого фильтра в том, что сюда можно вместо этой мочалки поставить любую другую и, то есть, увеличить площу фильтрации но и минус в том, что все-таки когда маленькие аквариумы когда вы будете доставать такой фильтр из аквариума то все дерьмо, которое приклеится вот сюда оно все частично останется у вас в аквариуме и будет плавать небольшая муть и взвесь если сравнивать его с фан первым он плюс-минус по мощности такой же там чуть-чуть, может, меньше мощности имеет фан первой то там идет кассета и все это дело, ну, скажем так намного проще и намного лучше им пользоваться потому что все-таки все дерьмо остается именно в этой пластиковой кассете здесь же все налипает просто на мочалку и, соответственно, когда вы достаете ее из воды то муть частично останется в аквариуме значит, конструкция фильтра разбираем, смотрим так, это все мы сейчас разберем значит, здесь у нас ротор обычный маленький ротор на четыре лопасти на железной оси закрывается все это дело вот такой вот крышкой предохранительной вот таким вот образом крышка закрывается достаточно плотно значит, есть возможность вот вы видите внутри есть возможность регулировки подачи воды есть вот такая вот насадка к нему для обогащения воды воздухом ну, как, в принципе, и во всех фильтрах компании Акваэль и вот такое вот приспособление для того, чтобы направить течение воды в нужное нам место то есть вверх, вниз, в сторону в отличие от фанов фаны имеют больше возможности направления воды настройки направления воды потока воды и в фане мне это больше нравится здесь же все намного проще значит, в комплекте идут две присоски крепежные вот таким вот образом они крепятся вот, и на защелочке они идут достаточно так плотно, туго я думаю, что да, эти присоски должны хорошо держать такой небольшой фильтр сама помпочка, она небольшая, маленькая значит, одевается вот такая вот решетка и, соответственно, сюда мочалка то есть сам фильтр достаточно небольшой, компактный и достаточно мощный я думаю, по фильтрации он должен справляться с достаточно большим объемом воды я думаю, даже до 50-70 литров есть еще вот такая вот штука она предназначена для того, чтобы прикрепить фильтр без присосок на верх аквариума вот таким вот образом это идет в комплектации со всеми фильтрами акваэль из плюсов, что могу сказать достаточно качественное исполнение но, если сопоставить с фаном то, конечно, фан мне больше нравится, чем этот фильтр цена такого фильтра примерно в 2,5-3 раза выше, чем китайские аналоги так, что при выборе оборудования стоит, конечно, обращать внимание и на финансовую составляющую честно говоря, я делал обзоры на китайские фильтра и, ну, если вот речь идет о фильтре для небольшого аквариума то стоит задуматься, стоит ли тратить большие деньги на такой фильтр потому что китайцы на сегодняшний день делают аналоги ничуть не хуже но, тем не менее, давайте опустим все это в воду и посмотрим, как он работает в воде друзья мои, очередное детище компании акваэль тест-драйв в воде значит, сегодня я нахожусь на работе и тестировать все это буду в своем тонике к сожалению, задержался на работе и решил, скажем так, рационально использовать время значит, фильтр, ну, в отличие от предыдущего обзора, это полноценный фильтр и который должен достаточно качественно и хорошо очищать воду в аквариуме по сравнению с кассетными фильтрами этой компании именно этот фильтр я бы советовал брать в аквариуме с креветками так как в кассетные фильтра креветки могут заползать именно маленькие креветки и там погибать здесь же они на мочалке будут объедать обрастания будут объедать мусор, который собирается на мочалку и в этом, в принципе, большой плюс данного фильтра давайте опустим его в воду и посмотрим, как он работает вот, пожалуйста, максимальная мощность работы фильтра и минимальная мощность работы фильтра значит, заметил я вот такой нюанс если вам видно, я думаю, всем видно, да? вот здесь, из-под кнопки регулировки мощности подачи воды фильтром идет протекание воды ну, конечно, к плюсам акваэлю это зачислить сложно давайте попробуем опустить его глубже и посмотрим, как он аэрирует воду шланг я опустил на максимум и, как видите, данный фильтр справляется вполне со своей задачей аэрирует воду даже на глубине в 30 сантиметров это, конечно, большой плюс ну, и давайте проверим присоски пожалуйста, прицепили присоски пробуем отрывать ничего не получается то есть, здесь акваэль, конечно же, на высоте итак, друзья, подведем итоги по данному фильтру значит, как я уже говорил я бы рекомендовал этот фильтр использовать в аквариуме с креветками это поможет избежать гибели малышей к плюсам данного фильтра хочу отнести очень маленькие размеры низкое потребление электроэнергии и достаточно хорошая мощность как для такого маленького девайса значит, как всегда у акваэля качественно сделана пластмасса ну, говорит здесь о каком-то там дизайне я не знаю, не стоит потому что комплектующие здесь все идут стандартные как и ко всем остальным фильтрам этой компании вот, присоски держит на отлично губка подобрана хорошо то есть, она где-то средней пористости ну, вот, друзья мои минус значит, если в прошлом мы в прошлом обзоре смотрели циркулятор да, и там плохо закрывалась крышка то здесь, к сожалению, есть подтекание воды из-под кнопки переключения мощности это тоже отнести к плюсам данного фильтра сложно то ли акваэль начал забивать на качестве своей продукции то ли мне второй раз подряд попался какой-то брак сказать сложно ну, в любом случае, друзья по-моему, я максимально раскрыл все достоинства и недостатки данного девайса решать вам я же, в свою очередь, благодарен вам за просмотр ставьте пальцы и подписывайтесь на обновление канала всем добра и удачи до новых встреч ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok